здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами ответим на достаточно серьезный вопрос для тех кто только начинает работать с unity для начинающих как установить unity 2019 на свой компьютер на нашем канале есть урок по установке unity который в общем до недавнего времени был абсолютно актуальным но когда появился unity 2019 возникли некоторые особенности но и сейчас с этими особенностями в процессе скачивания установки мы ознакомимся и так для того чтобы загрузить unity требуется следующее выполнить условия для начала зайти на сайт unity.com в принципе можно ввести и адрес сайта unity3d.com все равно уже наверное больше года наверно года два возможно даже уже более актуален адрес unity.com и раньше unity называли unity 3d сейчас просто unity так что не важно не принципиально можно говорить unity можно говорить 3d это один и тот же инструмент чтобы скачать unity нам нужно нажать либо на кур на кнопку get started на главной странице либо если здесь какая-то другая реклама этой кнопки нет можно нажать на коп на такую же кнопку правом верхнем меню нажмем из меню на сразу переадресовывают на страничку магазина unity и здесь мы можем выбрать один из трех вариантов это unity плюс с абонентской платы 25 долларов в месяц либо еще какие-то дополнительные условия сейчас читать их не будем потому что они могут меняться либо версия про за 125 долларов в месяц либо версия персонал абсолютно бесплатно и здесь написано кнопка try personal нажмем на кнопку try personal и это версия в принципе полноценная на которые делаются игры и даже некоторые из них продаются сейчас условия использования мы прочтем ничего не изменилось на самом деле пока все по-прежнему нажимаем и здесь у нас указано что если мы нажмем на эту галочку то мы подтвердим условия использования юнити персонал который заключается в том что мы можем им пользоваться если мы не зарабатываем более 100 тысяч долларов в год на проектах от юнити если же у нас доходы больше то соответственно мы должны взять или про или плюс но те кто изучает юнити понятно эти условия вполне допустимый и сразу скажу что это полноценная версия юнити с которой нужно спокойно работать в про и плюс просто дополнительные возможности для профессиональной работы которые заключаются в том что какие-то платные пакеты могут быть немного дешевле или там доступны какие-то еще специфические вещи которые нужны для серьезных сложных проектов дальше мы должны нажать на кнопку download и раньше здесь было download unity а с 2019 версии появилась кнопка download unity hub для того чтобы посмотреть какая у нас актуальная на сегодняшний день версия вот 24 мая совсем недавно сегодня по календарю у нас 27 мая а здесь написано что 24 мая вышла версия unity 2019.4.1 ну и сразу предвосвещаю вопросы тех кто захочет взять и скачать более старую версию любую предыдущую версию мы можем скачать со странички older version давайте я ее открою в новой вкладке и здесь вот все предыдущие версии 2019 юнити потом 2018 17 и так далее и везде у нас есть вот этот unity hub в принципе кто не хочет использовать юнити хаб сейчас я объясню что это такое можно вкачать просто unity installer если мы перейдем unity 2019 тоже можно скачать юнити инстойлер и установить его мы скачаем все-таки unity hub и сделаем это с той страницы с которой мы начинали потому что это замечательный интерфейс с помощью которого мы можем управлять с различными версиями которые установлены различными версиями unity которые установлены на наш компьютер и это очень удобно потому что unity обновляется достаточно часто но некоторые проекты до поры до времени имеет смысл разрабатывать в той версии в которой мы начали к примеру либо иметь разные версии для разных версий юнити и так далее и с помощью unity hub мы можем выбирать для какой версии тот длинный проект был создан и соответственно в той версии unity и его открывать и с ним дальше работать но важно при этом чтобы каждая версия unity была установлена в отдельную папку приступим скачивание юнити хаб а потом к юнити 2019 вот у нас происходит скачивание я работаю в браузере google chrome и в правом нижнем углу у меня индикация загрузки вот у меня уже хаб скачался я могу открыть его в папке либо нажать прямо на эту кнопку и у меня откроется установочный файл юнити хаб после подтверждения условий и указание пути куда устанавливать я буду устанавливать на диск д что это надо делать всем потому что в принципе как и unity так и юнити хаб лучше чтобы они стояли в одной папке во первых а во вторых чтобы меньше тратить место на системном диске лучше ставить на рабочий диск устанавливаем и мы можем либо убрать флажок и уста ты не загрузить потом запустить эти хаб из панели запуска либо я оставлю этот флажок и нажму готово юнити хаб ставится очень быстро чем нельзя сказать о юнити и вот у меня сразу юнити хаб с пустым вообще интерфейсом написано что нет ни одной юнити версии я сейчас добавлю те версии юнити которые меня уже установлены на компьютере здесь перечислено много версий которые были до этого мне сейчас наверное эта кнопка не нужна я выберу сначала локейт да с помощью локейт я могу на своем компьютере из папки в котором я юнити установлены выбрать ту юнити ту версию юнити которую я хочу все выбираю папку и выбираю исполняемый файл вот 2018 1 1 дальше аналогичным образом я выбираю юнити 2018.2.5 и ну столько сколько установлено мне иногда важно чтобы было установлено несколько разных версий потому что разные проекты лучше еще раз повторю с разными проектами работать и теперь если я выберу вкладку проекты то вот у меня разные проекты под разные версии юнити и я могу выбирать для каких версий я могу эти свои проекты открывать ну а сейчас мы перейдем во вкладочку installs и нажмем add для того чтобы загрузить актуальную версию юнити 2019 я выберу 2019 3 которая мне предлагается нажму next и здесь у нас появится возможность выбора дополнительных параметров установки в частности вот чем хорош на 2019 юнити тем что он поддерживает и загружает все что нужно для сборки проектов под android поэтому эту галочку рекомендую ставить для тех кто хочет делать мобильные игры но еще мне нужен вебдл я хочу документацию мне необходимо но наверное все пока все остальное я не хочу если нужно будет работать с другими платформами например с ios значит выбираем галочку ios нажимаем да подтверждаем все разрешение если windows что-то хочет и теперь у меня происходит скачивание с сервера unity пакета для установки и вот эта индикация здесь будет происходить немного не так как это было при установке unity если бы мы скачали просто программу для инсталляции через unity hub тоже можно это делать вот я обратила внимание пока устанавливается и not я нажимала на кнопку это если не было видно верну на вернусь на страничку здесь написано 2019 . 4.1 а у меня устанавливается 2019 . 3.0 и в принципе я так думаю что я могла бы наверное перейти вот сюда на эту страничку архива и выбрать unity инсталлер для 2019 . 1 . 4 сейчас у меня скачивается 2019 . 3 . 0 а что то вообще какая-то невероятная версия я специально пишу чисто урок не устанавливала ничего до этого посмотрим что получится такое несоответствие версии пока не знаю с чем это связано потому что пока 2019 . 3 нету есть только 2019 . 1 . 4 принципе unity устанавливается достаточно долго поэтому запись видео я поставлю на паузу а когда произойдет что-то очень важное возобновлю запись ну вот уже что-то скачалось уже идет установка и постепенно статус меняется к сожалению здесь не видно сколько осталось времени но опять же я снова поставлю на паузу и когда что-то изменится более радикально возобновлю запись ну вот похоже что unity установился пока он устанавливался и обратила внимание на то что это альфа версия ну вот оказывается можно найти альфа версию и все это дело у меня установилась по умолчанию в папку c program files что меня не устраивает я говорила о том что мне необходимо ставить на диск d отдельную папку поэтому я возможно сделаю он install дальнейшем но сейчас все таки попробую установить unity 2019 . 1 . 4 и вне нужную для меня папку нажмем еще раз м и выберем 2019 . 1 . 4 выбираем модули я выбираю еще в корею и вот мне очень нравится он не дает пока вот говорит что можно выбрать модули можно выбрать версию а путь не показывает но рискнул что делать да все идет скачивание и невозможно этот процесс остановить хотя вот я сейчас нажму cancel и попробую все таки вот мне такой процесс не нравится из хаба поэтому я выберу отсюда unity installer скачивается маленькая программка которая загрузит мне необходимую версию unity а потом я ее смогу эту версию unity установить установить в нужную мне папку да вот сейчас уже стандартный интерфейс привычный который был практически во всех версиях unity только что здесь набор инструментов менялись постоянно больше или меньше становилось нажимаем next и вот здесь он мне предлагает уже путь мне это нравится больше и я указываю 2019 1 4 и здесь тоже я вижу статус загрузки и установки на мой взгляд это более удобно то есть unity хаб хорошая вещь и для того чтобы загружать и создавать проекты в разных версиях unity если у нас на компьютере стоит несколько различных версий но для установки unity пока там еще не все хорошо что странно потому что на другом компьютере я делала то же самое и делала это извините хаб и там насколько я помню я путь все-таки указывала возможно обновили что-то ну а дальше процесс установки стандартные я поставлю видео на паузу чтобы не тратить время вот окно постепенно меняется загружаются новые какие-то элементы вот что-то у меня уже загрузила сейчас происходит инсталляция потом что-то еще загрузится и дальше будет инсталляции видите что индикация перемещается с разной скоростью тоже все это зависит от того с какой частью процесса установки идет работа но это требует времени как я уже сказал поэтому стали опять на паузу сейчас посмотрим что произойдет когда мы дойдем до конца вот мигание каких-то окон вот как я сказала идет дальше загрузка нужных элементов данном случае вот поддержка сборки под android то что раньше нужно было дополнительно скачивать с других сайтов в более старых версиях там были еще некоторые проблемы с версиями опять же нужно было то более новую то более старую сейчас все это в коробке как говорится просто вот мы берем ставим 2019 с поддержкой сборки под android и все sdk и gdk которые нужны все они устанавливаются вот сейчас дождемся завершение загрузки вот этой части посмотрим что будет дальше ну и дальше опять же проверяется что уже установлена тоже все равно какая-то часть идет на диск c это неизбежно но основная будет у меня на диске d снова поставлю видео на паузу нет смысла все это записывать ну вот процесс установки завершился мы можем нажать на кнопку финиш и затем уже запускать unity или создавать новые проекты из unity hub сейчас мы попробуем это сделать я ее не закрывала поэтому мы сейчас сделаем опять добавим его сюда сделаем локацию и вот моя папка unity 2019 1 4 и я выбираю unity вот теперь когда мы перейдем проекты мы можем создать новый проект выбрать его тип выбрать путь допустим я наберу тест 2019 и тоже лучше выбирать диск рабочий диск d на c лучше ничего вообще не сохраняется здесь мы выбираем 2d или 3d я выберу 3d или какие-то еще дополнительные установки например 3d виза экстрас здесь будет пример проекта ну собственно давайте так и сделаем в 2019 unity другой другой экран заставки уже в каждой версии свое что-то новое и в 2019 unity много нового какие-то возможно уроки тоже буду писать об отдельных изменениях об отдельных моментах интерфейса или инструментов загрузка и создание проекта тоже отнимает некое время приходится ждать но вот в отличие от предыдущих версий unity когда мы его запускали вот это вот окно пропадало и вообще просто был рабочий стол пустой вот я смотрю что 2019 рабочий стол все-таки оставляет так у меня запустился unity я подведу его под окно видеозаписи в общем и целом интерфейс похож на тот который был видите 2018 2019 но есть небольшие такие дизайнерские уже моменты немножко по-другому выглядят иконки немножко другие цвета чуть-чуть другие формы папок то есть сразу видно что на другой версии и опять же для начинающих напомню что узнать какой версии создан проект с какой версией мы работаем можно увидеть в заголовке окна вот здесь написано unity 2019 30 все таки я умудрилась создать проект эти 2019 30 альфа ну поизучаю сейчас если я его закрою то уже unity hub у меня нет поэтому unity hub мне нужно запустить я могу это сделать из окна запуска ну либо на рабочем столе сейчас я лучше найду эту иконку на рабочем столе вот у меня есть иконки разных версий unity и unity hub иконка немножко отличается поэтому можно легко сориентироваться и надпись естественно unity hub еще раз сейчас запустим так я создам новый проект да и сразу 1019 30 а я хочу для другой версии поэтому нужно выбрать вот версия берет последнюю не нажимать сразу на неё а нажимать на выпадающий список и выбираем 2019 1 4 вот такой вот длинный у меня получается урок ничего страшного зато мы рассмотрели самые разные моменты вот сейчас 2019 1 4 написала а тут вы помните что это для альфа версии на процесс запуска unity будет точно таким же а интерфейс сейчас посмотрим я не ставлю запись на паузу чтобы было видно насколько долго происходит создание проекта открытие некоторых проектов происходит еще дольше все это связано с тем что это все-таки 3d там очень много различных компонентов все они загружаются импортируются и это требует времени а и и и ну вот запустился unity 2019 14 и здесь все-таки интерфейс как я предполагала больше похож на 2018 и даже 2017 то есть в 2019 3 альфа-версии другие иконки а здесь иконки все еще прежние и все остальное тоже узнаваемое можно для удобства выбрать такой вариант размещения окон вот наша сцена наши объекты инспекторе все общем по-прежнему так что тот новый интерфейс это 2019.3 появится ближе ко второй половине года скорее всего из опыта как 2018 появлялся ближе после второй половины пока работаем 2019.1.4 начнем изучать все на этом я закончу запись потому что дальше уже мы будем начинать работать с новой версии unity которая должна быть лучше предыдущей но уже по небольшим таким моментом я точно знаю что есть некоторые нововведения с которыми надо разбираться читать документацию экспериментировать до встречи в новых видео в новых уроках желаю творческих успехов замечательных проектов подписывайтесь на канал следите за обновлениями ставьте лайки если эти видео вам полезны и интересны и пишите комментарии если возникают какие-то вопросы благодарю моего подписчика который в общем-то подвиг меня на записи этого урока не помню к сожалению его имени надеюсь он поймет о ком идет речь так что успешные загрузки новой версии unity но и если захочется то каких-то предыдущих а юнити хаб это хорошая вещь надеюсь все поняли что можно работать с разными версиями это удобнее чем из множества вот этих вот иконок выбирать какую же версию юнити мне запустить а потом окажется что еще и это немножко не та версия юнити так что юнити хаб это очень здорово еще раз всем всего доброго до новых встреч